Салон музыкальных инструментов «Мусон» на площади Победы. Вся музыка здесь. Всем привет! Вы включили телевизор в правильное время, потому что команда Rockstars подготовила для вас все самое лучшее из мира рок-музыки. С вами Таня Пульс и мы начинаем. Можно ли разобраться в рок-музыке, читая только книги? Пол Маккартни утверждает, что нет. Бывший участник The Beatles подверг критике образовательной курсы о поп- и рок-музыке, которые читаются в музыкальных учреждениях. «Для меня это смешно, потому что мы никогда ничего не изучали, а просто любили музыку. Элвиса, Чака Берри, Литла Ричарда. И для нас это не было учебой. Изучение истории музыки совсем не гарантирует успеха в будущем. Вы же не думаете, что после окончания колледжа сразу станете Бобом Диланом?» – комментирует музыкант. При этом не скрывает, что ему очень приятен факт включения Битлз в учебнике. Фронтмен группы U2 опасается, что из-за травмы руки не сможет больше играть на гитаре. В верхней конечности пришлось терпеть аж шесть переломов после того, как он неудачно упал с велосипеда в ноябре прошлого года. Музыкант надеялся, что быстро восстановится, но процесс поправки оказался куда более длительным и сложным. Желаем певцу ни в коем разе не сдаваться. ОМОН – врывающийся на рок-концерты. В Беларуси это уже стало плохой традицией. Последний казус случился в клубе «Пираты» в середине января. Не обнаружив наркотики, правоохранительные органы нашли лишь нецензурную брань и экстремистскую литературу. Троим зрителям пришлось поплатиться деньгами и арестом. Сорванный панк-концерт обсуждают и по сей день. А организаторам и музыкантам остается надеяться, что такой визит никогда не коснется их мероприятия. Группа «Бон Джови» была признана самым прибыльным коллективом среди активно гастролирующих. Миллионы долларов, которые поп и рок-музыканты заработали за год в турне, подсчитал журнал «Билборд». «Бон Джови» с их 250 миллионами оказались гораздо круче, чем «Депиш Мод», «Роллинг Стоунс» и даже такие популярные исполнительницы, как «Бейонсе» и «Пин». А у нас сегодня в гостях представитель белорусской хардкор-сцены Руслан Шнур. Руслан, привет! Привет! Как дела, как настроение? Все отлично, все хорошо. Чем порадуешь программу «Рок Старс» и наших телезрителей? Что группа выпустила в последнее время? Чем нас порадовали? Так, ну, мы выпустили пластинку. Это тот же самый сингл, но уже на виниле. Сделали мы его в Англии с помощью двух лейблов. Это сплит с польской варшавской группой «Стрит Хаус». Вот, они очень такая старая группа. Вот, и выпустили клип. Вот, выложили его в интернет. Он попал на хардкор Worldwide. Это всемирная сеть по хардкору. Вот, у нас очень много просмотров. На данный момент 20 тысяч просмотров уже. Вот, хотя он висит там всего неделю. Как бы для хардкор-сцены это достаточно уже нормальная цифра. До сейчас я должен драться за тебя, своих людей. Рады своей банды. Вниз по закону, все ниже и ниже. Выбор не существует. Вниз по закону, все ниже и ниже. Время действует. Внизу и свои законы каждый день круче и круче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кожный концерт гэта як маленькая свята и трагикомедия одночасова. Кали выканавца быцем бы адрывая, самая шодрая от сябе. Высабляюча гэта вауасную натуральную импрезу. Як кожный день уникальный, як кожный жутёвый адрезок неполторный. Так и кожный концерт з'являюцца некой запаминальной падеи раз и назавжды. Иснуется, на мой погляд, две головные формы проведения концерта, импрезы и контакту выканавца с аудиторией. Першая, это кали там спевак, цей гурт, уласными силами, намаганными спробуя нек створыць настрой. Такими словами, як давайте проспеваем разом, ну де там ваш настрой, а цепер я хочу, как бы узняли свои руки и пляскали в долоне и усе остатне. Сноя и другие жорстки бок, кардинально, які розница кардинально от першига, это по сродках наведения атмосферы. Это кали выканавца и уголю весь гурт, ансамбль, по сродкам своей песни створае вакуум, такий, суцельный вакуум, в який пагланаяцца як саме музыки, так и аудитория глядачей. Гэта больше жорстки и таки индивидуальный керунок, кали мы спробуем навести минавита атмосферу. Пакинусь кавалаши к себе, суцельный примусить глядача стать непосродным удельником того, что отбывается на сцене. Я просто хотел, как в этой хвилина, не была страшной даревна. Я просто хотел сказать три слова. Какую идею вы внесли в этот клип? Идея клипа вообще как бы показать то, что мы есть. И для того, чтобы сделать хардкор клип, не нужно на самом деле много денег, нужно много друзей, которых ты позвал, которые собрались, пришли. Одна камера, улица, поехали. Почему такая задумка именно сплит выпустить? И в Англии у нас такое не дело, как я понимаю, да? Потому что мы ориентируемся не только на постсоветское пространство, так сказать, на СНГ. Мы ориентируемся на Европу. И в Европе очень много коллекционеров, которые слушают и коллекционируют именно винил-пластинки. То есть они ценятся. И я считаю, что винил, это такой носитель, он классический, вообще как бы очень хороший. Он гораздо лучше дисков, гораздо лучше просто треков в интернете. Какую-то ценность он себе принесет. И, наверное, не хочется даже его трогать, слушать, а стеночку, да, под стеклышком, в рамочку. Для многих попасть на лейбл или как-то сотрудничать с ним – это мечта. Ну, на самом деле, для белорусской аудитории и сцены, так это вообще, мне кажется, далекая мечта. Скажи, какие плюсы от лейбла? Они чувствуются? Чем помогают? Как вы сотрудничаете? Ну, во-первых, плюсы в том, что нас услышал, уже повторяю, весь мир. Вот. Пока мы не сделали никаких трасс, никаких туров, но в перспективе лейбл помогает тем, что он выпускает твою музыку, тебя слушают. И он делает тебе тур. Татуировки для меня – это вид искусства и моя любимая работа, которой я занимаюсь практически каждый день. Это рисунок, это живопись, это композиция, это графика на теле человека. В стиле, в котором я работаю, больше всего я люблю традиционные татуировки. Это new school, old school, то есть, ну, больше к new school, потому что old school очень прост. То есть, вот. И японская татуировка. Клиенты, то есть, просто носители вот этих татуировок, я бы сначала задумался о том, что вы хотите сделать. Не копировал бы какие-то либо готовые флеши из интернета, так как это просто воровство, на мой взгляд. То есть, нужно обращаться к хорошему мастеру, который умеет рисовать, который способен изобразить ваше желание, то есть, в правильных формах, в правильных масштабах. Здесь основной элемент составляет, то есть, это сакуры. Это очень такой главный символ японский. Здесь есть вот этот водоворот, то есть, ветра, он все это раздувает, лепестки. Дальше здесь вода, рыба небольшая, кой. Вот. Здесь у меня череп. Здесь пионы, тоже череп, только пробит кинжалом. Вот. Вода, подкладки темные, то есть, для того, чтобы был контраст. Здесь у меня алмаз, то есть, это мой символ, то есть, мой камень. Помимо рукавов, у меня масса татуировок. То есть, у меня забита грудь, часть спины, шея, ноги. Там, на ноге, вот совсем недавно я сделал себе большую татуировку сам. То есть, там набит большой волк, морда волка. Вот. На второй ноге у меня большая татуировка старая, ей где-то 10-11 лет. Там барабаны, так как я барабанщик. То есть, я играю на японских барабанах тама. То есть, почти все татуировки мне японские. То есть, соответственно, тама, барабаны, там ветер, там фон. Все это вот так вот закомпоновано, интересно. То есть, вот память навсегда. То есть, я продолжаю играть на барабанах. Это был Егор Орлов. Татуировщик и барабанщик. Специально для Rockstars. Смотрите тату истории. Минск, сити, хардкор. Так ты поешь в одной из песен. Скажи, как поживает хардкор-сцена у нас в Беларуси, в Минске? Все развивается, все идет вверх. Вот, есть, конечно, свои падения. Есть подъемы. Вот, как бы, если взять, допустим, 5 лет назад, было очень много хардкор-групп. Вот, были бумажные издания, фензины. Вот, сейчас групп стало поменьше. Вот, фензины, как бумажные издания, пропали, потому что все перешло в интернет. Вот. Но группы, тем не менее, стали, хоть их стало меньше, но они стали качественнее. Руслан, ты выявил некоторые минусы нашей хардкор-сцены, да, тусовки даже, так сказать. Скажи, чем она отличается от европейских стран, да, хардкор-сцена, от американской культуры хардкорной? Мне кажется, что наша хардкор-сцена в некоторых моментах даже и лучше, чем американская. Вот, потому что все равно наши люди, как бы, совсем другая ментальность, как бы. Европейцы сейчас очень котируют московские хаткор-банды. Вот, увидели нас, как бы, мне нравится. Потому что мы делаем все конкретно от души. Там, в Америке, уже очень много лет эта движуха существует, как бы, и отходят они иногда от принципов. Здесь, в Беларуси, и в Москве, в России, ребята соблюдают хардкор-принципы, убеждения, которые именно заложены в хардкор-сцене изначально. Друзья, всем привет! Я Александр Кис. И сегодня мы с вами рассмотрим, наверное, одну из самых популярных песен металлики «Enter Sedmon». ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Друзья, а теперь мы рассмотрим каждый риф отдельно в более медленном темпе. Обратите внимание, что у меня гитара настроена в строе ми-бемоль. Посмотрим первый риф основной. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА То есть сначала идет квинта ми. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тем она глушится. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Берется слайд к седьмому ладу пятой струны. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Шестая струна, шестой лад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пятой лад и... И через глушение мы опять возвращаемся к квинтими. Выход идет на повторение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Третий лад квинта. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Открытая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Значит мы сначала берем открытую квинту, а затем ее глушим постоянно восьмыми нотами ведем по шестой струне. Далее у нас идет бридж. Рассмотрим более медленно, переходим в тональность фа диез, шестая струна, второй лад, четвертая струна, четвертый лад, второй лад, третья струна, и здесь у нас пятая пониженная и четвертая ступень на пятой струне. Затем у нас идет припев, самый простой. Здесь мы играем более раскованно, открытыми квинтами все, не глушим. В той же тональности остаемся, значит у нас три аккорда. На шестой струне берем квинту фа диез, можно так, можно две струны, кому как удобно. Пятая струна, пятая струна второй лад. Друзья, ну вот собственно и все основные риффы из этой композиции. Если вы хотите узнать побольше или у вас есть какие-то предпочтения, какую композицию разобрать в следующий раз, вы можете смело написать вот на этот почтовый ящик. Мы обязательно выполним все ваши пожелания. Обязательно следите за нашими следующими выпусками нашей рубрики «Рок Сколл» в передаче «Рок Старс». Всем рок-н-ролл! В чем может быть особенность хардкор концертов от других? Хардкор концерты всегда проходят трезво. То есть на эти шоу не допускаются пьяные люди, это не приветствуется. То есть специальный контроль стоит? Да, хардкор проповедует собой, хардкор проповедует спорт, хардкор проповедует позитив. Люди, которые приходят туда, они прекрасно осознают, куда они приходят. Вы говорите, что нельзя стоять на месте, как и многие другие это говорят, и нужно стремиться к лучшему. Что для вас лучшее? Я вижу лучшее будущее, да, это еще большее развитие не только хардкор сцены, вообще культурной части в Беларуси, да, то есть культуры в Беларуси, в СНГ во всем. То есть чтобы появлялись ребята, которые достаточно активно, чтобы себя вели, новые банды, лейблы, которые выпускают звукозаписывающие студии. Вот на самом деле все это начинается только вот сейчас. Будущее, я вижу, хорошее будущее для нас, для всех, это развитие именно в этом плане. Руслан, ну команда Rockstars желает удачи в твоих целях, пожеланиях, да, чтобы они исполнялись, и минская хардкор-тусовка только становилась мощнее, сильнее и росла. Спасибо, что ты пришел к нам в гости. Спасибо вам. Я хочу сказать спасибо всем тем людям, которые ходят на концерты, которые проявляют себя активно, которые делают музыку, которые не просто так живут в этом мире. Ребята, держитесь, не будьте простыми обывателями, всегда стремитесь к лучшему. Пришло время рубрики «Муз-чек», в которой мы заманиваем музыкантов в музон. Посмотрим, что из этого получилось. «Муз-чек» «Муз-чек» Мой инструмент – это предмет и инструмент, с помощью которого можно отсюда перенести вот сюда и вот сюда мои мысли, задумки. Началось все у меня с музыки 70-х, рок, рок-н-ролл. Потом потихоньку перетекло в джаз, фьюжн, классика. Довольно широкий сейчас уже круг интересов. Музикантов объединяет стремление самовыражаться. Самосовершенствоваться. Я бы хотел жить в Беларуси, потому что здесь скоро, надеюсь, все будет намного лучше. Она бывает редко, но в целом положительно. В целом я не склонен испытывать ненависть к тому, кто источает эту критику. Есть такой фильм про пианиста, называется «Блеск». Отличное место, широкий выбор и ассортимент. И надо сюда почаще захаживать и испробовать все инструменты, которые здесь есть. Музиканская музыка Увидимся ровно через неделю. С вами была Таня Пульс. Всем рок-н-ролла! Субтитры сделал DimaTorzok Увидимся! Увидимся!